УКУ Как слышно? Проверка АУ Пишем Ага, все, пошла первая обратная связь, слышно, видно, замечательно Ну у кого какие мнения по ситуации в мире Вот по границе в Штатах сначала издалека зайдем Вот замечательный есть файл, кто видит, 6.11 длительность, Fox Business, давайте нажмем на него Кто не в курсе, в Техасе назревает противостояние местных здравомыслящих людей с федералами, которые наводняют страну мигрантами Можно назвать это гражданская война, то, что было напрогнозировано Вот длительность ролика 6.11, тут замечательные индексы, 3.12 время совпало, шестерочка, 66 индексы всякие 38.144, то есть 11.9 на 66 пунктов упало, кто видит Вот замечательные циферки, просто прелестные, просто прелестные 123 на 0, 123, да, 5, 40, ну девяточки везде, на девяточкой и на шестерочке и 11 погоняет И вот с замечательным таким посланием, наполненным циферками, говорят о, по сути, гражданской войне Трамп призвал, ну по сути, приказал подконтрольных ему партии губернаторов Республиканцев прислать войска в помощь Техасу для защиты границы То есть рубрика «Я говорил» она как бы нарастает актуальностью все больше и больше Потому что и хроники безумия можно переименовать в «Я говорил» Трамп дает России шанс стать снова великой Потому что США погрязнет в гражданской войне Им будет не до высылания, а высылки войск до участия в грядущей войне с Европой Да, по сути, там останется Германия и Франция, но сейчас в Германии и Франции своих проблем тоже нарастают У них проблемы с восприятием времени все сразу и одновременно И должен произойти демонтаж всего, включая Россию И они с этим, ну, можно сказать, что не справляются, хотя и сильно стараются Какие у кого еще вопросы пишем? Все приветствия, замечательно Звук пропадает Да, наверное, не в микрофоне делал Тимофей Пишем, кого какие вопросы интересуют Что мы не обсуждали из того, что я говорил Замерзает Россия Полностью И частично самая газодобывающая страна Труто Какие-то люди-то отключают за неоплату отопления Замерзают У кого-то не выдерживают трубы Усталость инфраструктуры Хотя мне кажется, что дело не только в усталости инфраструктуры Так предполагаю Много чего интересного происходит Например, вот К вопросу о том, что я когда-то говорил, что нам бы зиму пережить и будут диверсии Предполагаю, что Вот кому видно Попробую сделать побольше Подмосковье Вот тут, наверное, плохо видно Но видно, что в трубе в одном месте вверх идут потоки воды Две То есть две трубы провались в одном и том же месте Уже статистически, в каков шанс-то? А это подмосковье И не только в одном месте Но еще и вверху Что это может быть? Кроме как не диверсия Когда я говорил о диверсиях на теплотрассах Я просто видел Некоторые силы прорабатывают возможности Устроить массовые диверсии под видом порывов И прочее Вот Или диверсии Спецслужб, так называемых, Украины У их практически нет В разумной Ну, скажем так Не настолько они страшны Как глобальные спецслужбы Которые Выдают себя за укров древних У масонов прошла накладка по времени QAnon 17 Во-первых, какой-то QAnon Если ты вообще не понимаешь Так формулируешь вопрос Немножко нелогично Я говорил Накладка по времени пошла Не только за Женской войной Так вот Ответьте на вопрос Тупому юристу Не в следующем в технике Каков шанс прорыва Теплотрассы в одном месте Наверху Без помощи Мне кажется Кто-то пролез Просверлил почти до конца Ставил какой-то реагент Который Ускоряет Может быть такой шанс Ускоряет ржавчину И как только дали давление Оно сработало Ну вот Были бы у нас спецслужбы Они бы, наверное, проанализировали Такие случаи Да Советская инфраструктура Изнашивается Новый практически нет Режим Путина Заботится О закаливании Начинает все больше И больше заботиться Начинает все больше Заботиться О лечебном голодании Пока еще не О массаже Лечебным дубинками Ну Вот о лечебном голодании Голод грядет Понемножечку Вот уже перебой с яйцами Да Живой человек Рукотворный Однозначно Что будет с душами Вакцинированных родственников То есть людей Как и не родственников Ну Я уже сто раз объяснял Уже ничего В самолете не было никаких пленных Украфт Но это из альтернативного источника Ну Скажем так Да Много вопросов к этому Вполне могли быть И пленные Поскольку Нет никакой Официальной Информации От Украины И нет Ну скажем так С большой задержкой Пришла информация От России Обычно На обмен пленных Видео Ряд Какие-то там С каких-то официальных Государственных каналов Там Вести И Первый канал И прочее Освещают обмен пленными Тем более там Азовцы В какое-то количество А показали Просто какие-то машины Подъехали К какому-то самолету Ну Хорошо Допустим Там Какие-то люди Однозначно были Какие-то тела есть Но вот были ли пленные Я не могу Утождать Например Да Вопросов много Да Реально могли Сбить Самолет с пленными Это Может быть выгодно И России И Украине Так называемые Скорее всего Это выгодно Украине Поэтому Предполагаю Что официальная версия Со стороны России Более Скажем так Вероятно Потому что Азовцы Слишком много Могут рассказать Об этом Экстракшене Который там был Сколько там было Натовских генералов В подземельях Этого Азова И так далее Плюс Как реально Обстоят дела Плюс Вероятно Они там Уже на камеру В плену Много чего Наговорили И когда они придут Будет понятно Что это именно Те люди И вот Для предотвращения Этого Обмен Наверное И Да и как Другие Все обмены Как способ Немножко Стабилизации Успокоения Ситуации Определенные силы Не заинтересованы В том Чтобы это Не война Как-то Закончилась Либо перешла К какой-то Мирной Спокойной Фазе Да Там реально Много вопросов Да Хороший человек И таких вот мест Много Несмотря на то Что Инфраструктура Напряжена До предела Практически В том же Подмосковье Да Китайские Яйца Иногда Искусственные Яйца И так далее Сейчас Какой-то Завод По производству Еды Из говняшек Белок Из морепродуктов Якобы Да Выкидываются Тысячи Тон Красной Икры Икры И рыбы Или не используются Ведь грамотно Если использовать красную рыбу И камчатский краб В том числе Не на экспорт Вообще Странная ситуация С экспортом У нас С нефтью Люди Добывают Скажем так Много нефти Чтобы ее продать Чтобы На эти деньги Получить Зеленые бумажки Резанные Чтобы на эти деньги Покормить Немножко Глобалистов И очень малая часть Достается Бюджет На эти деньги Живет Очень много Бюджетников В том числе И Собес Чтобы выделить Денечки бедным Чтобы они Могли купить себе Бензин Поскольку еда И бензин Для бедных Это Ну Солидная часть Расходов То есть Если бы кто-то Хотел помочь бедным Он бы просто Сократил Цену на бензин Странные Посредники Зачем-то У нас существуют Ну это хорошо Много людей Кормится с этого Прямо Социальная функция Путина Налицо Вот Неблагодарные Не ценим мы Да Да Всем здравия Тоже Какие еще вопросы Из последнего Много чего происходит Так вот По самолету Не все хотят Чтобы Было Некое Остывание Ситуации Нужно Чтобы Мясорубка Под названием СВО Была Лучшей В Своей номинации В 23 Году Как минимум Сейчас Новая Мясорубка В Газе Появилась Она Отлекла Немножко Внимание Но не Всем силам Это Нравится Не могу Назвать Это Войной И СВО Тоже Непонятный Термин Мне кажется Слово Мясорубка Там Украинские Села Пустые Вообще В основном Села И города Тоже Все по плану Все по плану Зато Гонится Газ Зато покупаются По некоторым Источникам Разведенные В Украине Авиазапчасти И так далее Все по плану Все классно Еще свет Пожалуйста Здравия Что скажете О проекте New Age Это все Что сейчас Волнует Ну был Такой проект Как и Монарх Как и Все что Связано С бабочками Ну и что Что с Америкой Будет Да Я уже сказал Гражданская война Потому что Такое количество Иммигрантов Страна Не выдержит Здравомыслящие Люди Тоже не выдержат Якобы Все борются С Незаконным Финансированием Террористов В банковской Сфере Но в то же время Когда мошенники Вводят деньги Почему-то Никто не может Найти Куда Их перевели А в то же время Мигранты Приезжают Получают Неименные Карточки Что в Европе Что в США На которые Каждый месяц Идет определенная Сумма денег И никто Не знает Откуда Надо же А вот Любому Физлицу Скажем так Человеку Мозг вынесет Банк по любому поводу Так называем Банковский контроль Геноцидный Очередной Ну все же Для нашей Заботы Это что Это я не прав Круто Это все Для нашего Блага Уколы Бесплатные Все для Нашего Блага Ну как Бесплатные За счет Бюджета Вот Лекарства Никто не Раздает От более Серьезных Вещей Которые Унесли Намного Больше Жизни Все для Нашего Блага Чтобы мы Были Здоровее Так вот США Будет Гажданская Война И Есть Один из Сценарий Что в России Она Тоже Будет Потому что У нас Такая Ситуация Только Чуть Поменьше Тоже Файберже Просто Мигранты Немножко Другие Все Просто Никаких Отличий Я не Вижу Мессоропки СВО На Мальте Дали Срок До Конца Февраля Да До Тут мы уже Посмотрели Да Наверное Можно Переходить К Другим Поискам На Мальте Была Поездка Дискуссия На Мальте Ну Самой Мальты Нет Не показали Ну вот На Мальте Обсудили Почему Мальта Я уже Говорил Там Орден Такой Интересный Который За все Войны Отвечает Именно Там Решается Какая Война Сколько Где Будет Ити А то Что Эти Невойные И войны Рукотворные Скажем Так Искусственные Я думаю Что Никаких Здраво-насящих Людей Уже Вопросов Нет Что Ждать После Мартовских Выборов Максим Пик Всего Но Это Сложный Вопрос Кто Ты Под Пиком И Под Всего Понимаешь Те Вот Света В конце Туннеля Не Видно После Мартовских Выборов Будет Абсолютный Пик Заботы Государства О Людях Причем Глобально Люди Не Поддавались Соблазны За эти Тридцать Три По сути Года Это Власть Гробовщики России Сделала Очень Много Чего Для Нашей Заботы Приблизила Людей К Богу Вот Кровавый Тиран Сталин По Три Церкви В день Примерно Сносил И по Пять Заводов Примерно В день В среднем Ну Может Быть И Три Неважно Строил А вот Близкий К Богу Человек Путин Во всех Смыслах Он Три Завода Уничтожал А три Храма Строил В среднем За время Своего Правления Ну Условно Путин Ельц и Пут Скажем Так Та Собчаковская Команда Включая Чубайса Которая Сказала Ну Не впишется 20-30 Миллионов Человек В рынок Ну Что Делать А Вымрет 20-30 Миллионов Человек Они Рынок Ну Бывает Да Рынок Это Новый Бог Которому Кровавые Жертвы Приносятся Вот Что Делать А Пик Этого Будет После Так Называемых Выборов После Этой Формальности И Чтобы Избавить От Соблазна И Лишних Выборов Скажем Так Метаний Ирзаний За Кого Голосовать Все Реальные Кандидаты Включая Стрелкова Сидят Фургал Даже Габышев Шаман Нам дали Какого-то Схамана Если правильно Читать Я не знаю Который поет Песню Я русский Что Что В нем Больше Шаманского Что Больше Русского С Путиным Они поют Это Все Что Русским Осталось Так Вот Будет Пик Заботы О Государстве Будет Еще Одна Попытка Улучшить Здоровье Уколами При Уменьшении Количества Лекарств Что Правильно Лечиться Лекарствами Лечиться Это Неправильно Будет Практически Закрытие Границ Повторение Пути Украины Будет Обрушение Экономики Доллара Курса Рубля Доллар Будет Расти И евро Готовимся Причем Это Объективная Реальность Что Называется Сейчас Пока Сдерживают Курс Как Могут Из Последних Сил Предыдущее Понижение Курса Евро Было За наш Счет За счет Конфискованных У россиян Евро Которые Куда-то Делись И долларов Никто Не вернул Сейчас Нечто Подобное Со Сбережениями Потому Что Человек Который Имеет Некую Финансовую Подушку Безопасности Ну Подумайте Насколько Он Выгоден Системе Можно Лим Манипулировать Прокатило С масочками Прокатит И сейчас Кто-то Может Подумать Да нет Заперли Всех В домах За свой Счет Закрыли И все И никто Не вякнул Практически Кроме Там Некоторых Умников Типа Целенозора И то Травлю Устроили Сокращение Население Не на 509 Тысяч А на Миллионы Уже Давно И вот Пик Дед Архимед Не передумал С Хамана Ну Не считается Скорее всего Самон Что такое Самон Я думаю Все знают Это Такая Вот Такой Вот Кирпич Греново Обожженный Такой Мягкий Кирпич Сырец Из глинистого Грунта С добавлением Соломы И других Волокнистых Ну Тут Умалчивают Почему-то Что Чаще всего Из какашек И соломы Вот Такой Вот Говеный Кирпич Который В нашем Случае Взял Имя Себе Такое Странно Потому Что Это Не Русское Слово Взял Себе Такое Имя А Кирпич Символ Вольных Каменщиков Ну Это Все Что Нужно Знать Я Думаю Они Так Мягко Подстебнули Слушателей Ну Это Все Моя Паранойя Сколько Будут Жить Графиноиды Ну Примерно Четыре Года Гуд Пик Это В Случай С Самыми Жесткими Вампир Этими Дозами Когда Уничтожались Церкви Это Уничтожались Старые Здания Которые Вырабатывали Энергии Нет Когда Вот Сейчас Уничтожались Церкви Зауничтожались Места Для Забивания Мозгов Всякой Херью Типа Отказом И ритуализма Типа Отказом Ребенка От своего потенциала Когда родители Отдают Ребенка Чтобы он Умер Для греха В могиле Сложно Грешить Никакой Выработки Энергии Там Уже Давно Нет Это Каргокульт Так вот Когда Родители Отдают Своего Ребенка Отказываясь От него Им Дают Обманку Много Людей Детей Люди Рассказывают Дети Плачут Неделями После этой Так называемой Церемонии Обрезают Антенки Связь с Коном Как я это вижу Мое предположение Ребенок Отказывается Его потенциал Отдается Грегору С отпеванием Еще хуже Ситуация Ребенку Дается Обманка Теперь он Тыкается Энергетически Психологически Не к Кону А в Грегор Не к Родителям А чужим Дядям Тетям Какая Аналитическая Поддержка Будет От чужих Никакой А от своих Уже не доходит Ну и что Будет С судьбой С удачей Со здоровьем А все Как бы Добровольно Раскулачивание Как старые Добрые Ну не совсем Старые Не совсем Добрые Но раскулачивание Да Уже Произошло Цены На все Просто Мандец Май Будет Что-то Там Запланировали Да Не всегда Запланировали Да Нужно В феврале Заканчивать Эту Бодягу Под названием СВО Кто-то Хочет Мне пришить Сейчас Статью Вижу Напрягся Из органов Чудик Да Я против СВО Потому что Я за победу Победить Можно только В войне Война Не объявлена Ни одной Сторон Претензий Путина К Зеленскому Нет Как к режиму Войну Объявляют Для того Чтобы свергнуть Режим Например Фашистский Режим В Германии Потому и В 45 Победили А сейчас Не объявляют Войну Значит Не хотят Победы Значит Что хотят По-моему У всех Все устраивает Мосты До сих пор Стоят Скажем так По которым Подвозится Все А они Наши мосты И инфраструктуру Бомбят А мы Нет Потому что Мы не они И мы еще Не начинали Конечно Алена Вера и Лигия Это разные вещи Ну Вот именно Я об этом И говорю Странный Троль Как Раскрещивание Сделать Мозг Включить Это Лучше Раскрещивание Пробую молитву Обратно В порядке Не знаю Детский сад Какой-то Вы че Так Какие еще Тут Цены Да Цены При Доходах Старых Цены Будут Все Больше Людей На Соц Найм Да У нас тут Курулев Чудит Вообще Веселуха Просто Вообще Избранная Министр Обороны Великобритании Откровенно Говорит Что В воздухе 39 год Как перед Второй Мировой Войны Да Уже В воздухе 15 До 16 Год В худшем Случае 13 Первой Мировой Цыганские Посиделки Кому-то Комфортно На Руси Жить Хорошо Список Миллионеров И Миллиардеров Форбс Так Называемые Россиянские Которые На самом деле Там мало Только с Российским Паспортом Сильно Подвинулся Вверх Потому что Ну Заплатить То в Россию Деньги Уже Не Получаются Санкции А Нефть И газ По-прежнему Качаются Непонятно Куда И непонятно Мне зачем Когда они Должны быть В первую очередь Для народа Русского И России И прочих Коренных народов Ну нет Они гонятся Куда-то Как и Калийные И прочие Удобрения Азотные Это тот же Газ Как и Зерно И прочее А обратно Никак Ну странно Экспорт зерна А яиц Нет Скоро Икур Не будет Такое Совпадение Ну надо же Я уже Рассказывал Про Боинг Чтобы его Сделать Нужно Несколько Миллионов Совпадений Но чтобы Разобрать Примерно Столько же Нужно Совпадений Просто Собрать На конвейер Либо Разобрать Так вот У нас Идет Такая Череда Совпадений Десятки Тысяч Совпадений Которые Приводят К тому Что Россия Русского Народа Скоро Не будет Их Уже Можно сказать Нет Да У четверти Россиян Опыт Бездомности Дожили Стабильность Это прорыв Или рывок Стандарты У нас Одни Для всех Но Глава Аэропорта Пулкова Предложил Не досматривать Мигрантов С Ближнего Востока Но они Особенные У нас же Если правильно Молиться То можно Иметь Не только Шариатскую Ипотеку Беспроцентную Реально Что и Нарушает Гражданский Кодекс Публичную Оферту И так далее У нас Можно Иудейскую Банковскую Сферу Как бы Для своих Чуть ли не Массово Масштабно Беспроцентные Кредиты Что тоже Нарушает Очень много Законов На мой взгляд Ну Для кого-то Ставка В 17 Процентов А для Кого-то Ноль Дмитрий Медведев Гопничество При всех Нюансах Да Соболезную Всем Умерщим Но это не повод Второму лицу Государства Опускаться На такой уровень Кадыровцы Че дят Но Там Другой Будет Ролик Спивается Население 2,3 Миллиарда Литров Выпили Надо же Вот кто Может посчитать 2,3 Миллиарда Литров Даже Если Официально 140 Миллионов Ну Округлим Чуть-чуть 140 Миллионов Ну Половина Точно Не пьет Да Это Дети Старики Женщины Просто Здравомыслящие Люди На самом деле Будем считать Что 50 Разделить 2,3 Миллиарда На 140 Миллионов Убираем Нули Ну Просто Посчитаем Кто Не верит Я могу И в уме Посчитать Но Да Наверное Скучно Но Циферки Они Того Стоят На 140 Разделить 70 70 На самом деле Ну Пусть 50 У меня Запредельная Цифра 46 Литров Получается Это Запредельная Ну Пусть 40 Ну Округлим Немножко 48 Это Пьющие Люди Это Цвет Нации По сути Это Мужики Пьют 48 На 12 Разделить Это 4 Литра В Блин Это Литр В неделю Две бутылки Каждый Упивает Хотя Какой Это Алкоголь Чистый Ну Это Две бутылки В неделю Охренеть 40 Процентов Это Ну На 5 Это 5 Умножить На 2 С Половиной 10 Бутылок Водки Какой Бутылок Литров Не Это Какая Нереальная Цифра Я Отказываюсь Не Уверить Ну В общем Спивается Народ Спивается Что Будет С этим Народом Который Спивается Зато Какие Извинения Идут Иностранные Специалисты Которые Завезли В Россию Десятки Миллионов Уже Начинают Пустить А что Будет Если Сейчас Какое-то Количество Благодаря Непрестанным Усилиям Режима В области Медицины И Промышленности Экономики И защиты Интересов Русских Особенно Юго-Востока Украины Где Очень мало Целых зданий Осталось Кроме Безразбитых Стекол Ну это Результат Судите Древо По плодам Его Все Количество Мужчин Которые Можут Держать Оружие Сильно Уменьшится Что с ними Будет Я уже Говорил Об этом И у нас Грядет По мигрантам Будет Зато Вот эта Повесточка Гуманизма Вперед Алекса В ДНХ Трансгуманизма Не будет В 25-26 Году Не хочется С биороботами Воевать Биороботы Уже Вокруг У нас Процент Можно Посмотреть А есть Еще Без Медицины Или Техномедицины Зато в Донбассе Добровольцы Из Марокко Мьянмы Мьянмы Требуют Тела отдать Прочие Африканцы С позывными Уголек Несово Воюют Куча Информации Так вот Это Не утихает Военное Учение Пакистана И Саудовской Аравии Вот оно Это Все Объясняет Спонсирует Пакистан Чтобы Если Иран Сильно Сильно Вот Рыбница Пакистана Это Сопоставимое Количество Ядерных Боеголовок И Количество Населения Страны Стравить Саудиты Защищают Себя И тот Порядок Который Есть Солнечногорский Да Я уже Говорил И Такое Много Где Зато Глава Узбекской Теории Диаспоры Запрещает Слово Русский Ну Не нравится Ему Слово Русский Хотя Это Даже Не название Национальности Это Прилагательное Рус Будет Правильно Нельзя Говорить Рус Зато Узбекам Можно И Свои Диаспоры Покажи Мне хоть Одну Русскую Диаспору Хотя В России Не должно быть русских Как в клипе шамана Все классно показано Русские это даже негры Круто Зато азербайджанцы азеры Азербайджанцы не совсем правильно говорить Как и полицейские Русский язык надо учить Мы же не говорим армянианцы Армяне живут в Армении А в Азербайджане живут азеры Учим русский язык Это ни разу не оскорбление Это просто здравый смысл Так вот азеры творят что угодно И лишь недавно Такие вещи начали предаваться согласке И хоть какие-то действия Но это мало В Диве ситуация с алкоголем в разы улучшилась Пишет Людмила Державна В смысле стало больше и дешевле Что имеется в виду? Стокольским седромом у нищей прослойки Нашего населения Ну я понимаю Части людей хочется во что-то верить Они не могут или не хотят По ряду причин Нет времени Нет возможности Проанализировать всю ситуацию А даже если есть Вот сейчас стадия неприятия Стадия торга Еще даже не у всех включилась Не все осознали что их геноцидит О Харьков и Москва Вот о чем я говорил Рубрика она продолжается Не может быть что минус 10 на Украине И минус 23 на Белгород Вот эти самые погодные войны О которых я говорил И россиянцы проигрывают Вот хорошее Хорошо показано много чего Как стабильность действует на На россияне Я вам сейчас покажу Фото старое 37 лет назад Сделанное фото Вот посмотрите Внимание Это Благовещенск Ну вот где дома стоят Это Благовещенск Уже 37 лет назад Там было вот так А на той стороне Посмотрите Там была деревня Хэйхэ Ее даже не видно Там не вагончик Вон там какая-то береза Под которой трахаются Два китайца Все Друзья Прошло 37 лет Внимание Та-дам Я вам клянусь Там уже вместо Хэйхэ Более того Это Хэйхэ Хэ на том берегу уже Хэхэй Вот это Хэхэй Построено после подписания Договора о том Что вот эта вот Часть островов Отдана Китаю И принято решение Показать Разницу Что называется Китайским руководством То есть последние несколько лет Это все построено Очень быстро И очень неплохо Зато конфискация имущества По статье О фейках в армию Надо же А смысл То есть любого Чем мне не нравится Можно пустить По миру Серьезно? Это просто заткнуть рот При чем здесь Конфискация имущества За не криминальные преступления Это не криминалы Это не насильственные Это свобода слова Ну ошибся человек Ну хорошо Нет Это просто какой-то лютый бандец Мне кажется Зато Альтернативно Одаренный Депутат Призывает Много чего Программа Долгосрочных Сбережений Которые позволят Самостоятельно Копить на будущую пенсию Спасибо Уже было Много программ Включая Удвоение Накопительной части пенсии Добровольно Перечисленной А куда Одевается Сейчас 23% Или сколько там Пенсионный фонд Уходит По сути налог Это не добровольный Хотя это фонд Это Обязательный Взимаемый Государством Куда это Девается Человек Накопил Определенные Деньги Начислял Очень много Куда оно Девается Здесь не идет О государственной Пенсии Которую Из бюджета Повторяю Это сворованные Государством Так называемым А государство Для меня Это лично Путин Как гарант То есть Путин Своровал Мою пенсию Все просто Все добровольные Отчисления Не важно В каком Количестве Это добровольное Отчисление Я не претендую На государственную Пенсию Хотя Она должна Быть Но вот В своей Заботе Нетленной О семье А именно Семья Наверное По принятию Путин Должна Заботиться О пенсионерах О стариках Все пенсии Пенсионный возраст Повышен По сути В 65 лет При среднем возрасте Даже по официально Завышенной статистике Менее 60 Возраст Жизни Мужчины Пенсию Не получит Буквально Никто Практически Особенно В нынешних Временах Когда уровень Заботы О медицине Повышается О здоровье В виде Бесплатных Магических Жидкостей И Забота О Безопасности Государства В На Украине Так называемой Без объявления Войны Пока нет войны И все эти Военные действия Не более чем Разборки олигархов Для меня В чем я не прав Юридический статус Генпрокуратура Должна более жестко Реагировать На случаи Когда топчут Моральные ценности Здравый смысл Когда топчут Вот Веруны Мою моральную ценность Жизнь Топчут Постоянно Как реагирует Прокуратура У меня Моральная ценность Это мавзолей Который Товарищ Сталин Построен А его на 9 мая Закрывают Я считаю Что это Оскорбление Моих моральных Ценностей Где реакция Прокуратуры Зато Самым популярным Именем для мальчиков Кмау Второй год Стало имя Мохаммед Церковный суд Климат Будет ухудшаться Я все говорил Да Угу Пенсии после смерти нету А кредит остается Совершенно верно Все отчисления Для того Чтобы стать президентом США Сейчас действуют Смелюсь крамольную мысль Предположить Трамп Сейчас Всецело помогают России Не более И уничтожает Глобалистов Они все там Уже кипятком Описались Какие еще вопросы Дома пенсию Делим на всех Членов семьи Да Да Ну скоро Ее будет не хватать Дети работают За 15 тысяч Учатся очно Да Жесткая экономия Ну да И это страна Которая самая богатая По ресурсам Если распределить Газ Нефть Алмазы Лес Уголь Который Вытаскивается Удобрение Пенсия 15 тысяч Дети работают За 15 тысяч Замечательно Рублей Работа Взрослый человек Полноценный Белый А вот у всяких Красаутчиков И джигитов Есть куча машин За миллионы За то Чтобы отмазаться Клуб Мутобор Например Какие-то мощи Подарил Чистит трупа Церкви И владелец Частной котельной В Климовске Который Заморозил Огромное количество Домов Тоже подарил Ну отмазался Налог такой Киркоров Заплатил Налоги Как будто Это не его Обязанность Сколько там Семь Сколько миллионов То есть раньше На это закрывали Глаза А тут Наказание у них Такое Налоги заплатить Не в ту дверь вошел Ну и заплатил налоги Как будто он Не должен это платить Просто Есть люди Так называемые Для которых Все А есть люди Для которых ничего Это большинство Населения Что делать Зато вот Кевин И Владимирович Появляются У нас Практически Массово Уже на поток Поставлен Я просто Прусь После этого Величие России В экстазе Круто же Радуйтесь Пейте песенку Зато Со шнуровым Это другое Носок На некотором органе Добби Свободен Видимо После этого Массовое Включение Света Тоже Определенные Силы Даже не могу Сказать Что они Импортные Делают Массовое Вырубание Инфраструктуры Пока проверочно Следующий год Будет хуже Без света Будут целые кварталы Предполагаю И без тепла Что будет с людьми Какое Амбре Будет Без Водоснабжения От канализации Что будет С Преступностью Скажем так Когда ни камеры Ничего не работают И так далее Понятно Что это массовое Везде Массовые порывы В квартирах Катки На санках Можно кататься Замечательно Да И такое По всему миру Но Меня Весь мир Как-то не очень Интересует Каким будет Это лето В Воронеже Да какая разница В Воронеже Либо Во Владивостоке Это будет Сильную жару Ну раскачивает климат Да Полота Жара будет Ну и что Да Артем Пенсионный фонд Это один из способов Отъема денег у населения Как и платные дороги Как и госпошлиные Раздутые Как и Да До пенсии доживает 10% мужиков Примерно Ну Твое мнение Да Можно ли пить молоко От укол этой вакцины До ярки А что молоко От до ярки Да В деревне Выживать В деревне Сложно выживать Если тоже Не будет света Да Недавно У нас Существуют две России Одна для них Совершенно другая Для нас Да В одном из банков Узнал Лучше поздно Чем никогда Узнал Хорошо Если уменьшить Масштаб Эмблемы Вооруженных сил То это станет Похожим На клопа Кровососа Марина Ну Они кракозябу Сделали Вампирскую Нехорошую Двойной прокол Из звезды Случайно Они руны Начали использовать Фашистские Практически Руна вермахта В И Даже без уменьшения Масштаба Эмблемы Оно Так похоже Да Надо просто уметь Видеть Они все Показывают Просто не все Хотят Это видеть Это своего рода Сейчас массовый Такой глобальный Тест психологии Рошах Кажется Называется Когда показывают Пятно И каждый Видит свое Так вот Не все Видят А люди Видят То что Этот тест Демонстрирует Что люди Видят то что Хотят видеть Нужно видеть Не то что Ты хочешь видеть А то что Объективно Происходит Да Уже вот В журнале Тайм Показали Кто под Зеленским Глубоко Копнули Говорят Более молодой Зеленский А еще Под ним Гитлер Вот они Усы И Черно-белая Фотка Показана Состаренная И он Осыпается Личина Статус Уходит Очень хорошо Коллаж Сделал Молодцы Профессионально Зато Мигранты Показывают Своё лицо Дальше Будет Больше Зато Какие-то Американские Военные Эксперты Зачем-то В Грозный Приходят Зачем В Грозной Области Так называемые Мигранты Гуляют По улицам С оружием Потому что Две России Есть Одна Для русских А другая Для всех Остальных Особенных В 90-е Массово Терялись Паспорта В Нижневартовске Где я жил Потому что Если написать Что ты не русский Ты начинаешь Получать Большие деньги И поддержку Бесплатное Ружьё Бесплатное Напиши что ты хан Ты всё Не смотри Национальность То есть Откажись От своей Сути И будешь Получать Бабки Ни за Что Зато Идёт Подмена Всего Образцовая Мусульманская Семья Вот она Один муж Три жены 19 детей Но об этом Я чуть позже Сделаю ролик Покажите Такую Такую же Образцовую Русскую Семью Это Очень Интересный Факт По некоторой Непроверенной Информации Некая Фирма Которой Владеет Елена Зеленская Купила Вот Такой Замечательный Домик Который Раньше Принадлежал Гитлеру Которому Потом Гибрису Как-то С ним Связан С этим Для Сохранности Видимо Гибрису Подарил Их Наверное Тянет Вот Зачем Зеленской Этот Домик Путин Сказал Что Запад Испокон Веков Ставит Задачу Разобраться С Россией Но мы Похоже С ними Разберемся Быстрее Он не Сказал С кем С ними Когда-то Он сказал Что фашизм Победил Советский Народ Тоже Разве Допускает Некую Двусмысленность На таком Уровне Двусмысленности Я думаю Что Не Должны Быть Много Чего Интересного Происходит Так Запасайте Всем Не Запасешься Всем Не Обходи На Некоторые Минимальные Запасы Умение Вышивать Патроны Соль Спички Все верность Недостаточно Газового Болончика Совершенно Верно Минимально Да На некоторое Время Алекс Ведоха Ну То что я Показал Когда-то Насчет Электрошокера И микроволновки Было На Ту Ситуацию На тот Момент Тот Сценарий Отработан Потому что Они Увидели Что Включение Зомбаков Зомби Апокалипсис Не сработает Есть простые методы Всех Их Повыключать Но Тем не менее Судя по клипу Моргенштерна Этот сценарий Все еще Они как-то пытаются Реализовать Слишком много Вложили Слишком много Поэтому Еще будут Я подозреваю Будут Пытаться Зато Борис Джонсон И Польцы Прочие Пиарят Военную службу Польша Уже Увеличила Контингент Ушли Огромные Военные Заказы Европа Готовится К войне С Россией Хватит Лим Этого Года Будет Через Два По факту Да Двадцать шестой Год Пытаются Но Поляки Уже Там Поляки Французы Но Пока Мало Ну Пока Не знаю Точнее Пятнадцать Поляков Скоро Нагонят Вна Украине День Икс Придет Через Месяц Контрнаступление Наши Не реализовали Так называемые Наши Тарифянские В силу Ряда Причин В том числе Не хотят Типа Обострять Что сейчас Происходит Это не Обострение Может ли Вектор И антир Нашего Олеграхата Измениться В поддержке Трампа Толку Леон А ты О чем Помощь Ты И адекватная Вообще Мобильник Зомби Комеда Фильм Мобильник Тоже Прогнозирование Нас ждет Девятьсот Пятый Двадцать Девятый Сорок пятый Вместе взят У нас не сорок пятый Ждет У нас сорок первый Ждет Многократно Усиленный Нас ждет Семнадцатый И восемнадцатый Позорный Брестский мир И еще хуже Нас ждут Двадцатый Как разгул Бандитизма В том числе На окраинах И Нас ждут Девяносто третий С резней Русских По окраинам Если получилось Пусть тогда Почему не получится Сейчас Тестирует Отключение По ночам Интернета Псковская Новгородская Ленинградская Чебурнет Контроль информации Только российские сервера Все это грядет Буквально скоро Уже потестировали Уже должно получиться Ютуб еще работает Телеграм Еще работает Но Это временно Ждем После выборов Будет самое интересное Просто самое интересное Все только начинается Иммигранты Рабочих Для России Десять тысяч Хотят Ну Негров Индусов Водят Негров Возят Взеканские Деревни Из Палестины Вот Кадыров Дома дал Деньги дал Палестинцам Какое-то количество Ну Русским он почему-то Откуда у него деньги Глава Одного из Регионов России Дотационного Глубоко Но там есть Уверен С соблюдением Всех процедур Гаишники Которые ездят На геликах На геймдвагенах Круто же Ну Эта тема Немножко другая Да В Америку гонят Татьяна Рогова Говорит Америка враг Но Рановую Руду Туда гонят Не только Руду Все наши Банки Подчиняются Санкциям Америкосам Экспортер Главный Не буду Называть Фамилию Олигарха Никеля И Много Чего Еще И Даже Алюминия Отдал Свою Компанию Когда Американцы Пригрозили Санкциями Контроль На дни И Компанию Тоже По Большому Счету Ну Какая Разница Кто Каким Какой Олигарх Это Все Они На Зарплате Функция У них Такая Реальный Владелец России Некто Оппенгеймер Кто Не знает Об Это Ну Выгодоприобретатель И так Далее На самом Деле Оппенгеймер Клан Такой Есть Это Не Только Фильм Один Из 300 Так Называемых Да Там Есть Другие Силы Которые Влияют Которые Все Но Это Все Формальности Скажем Так Владелец Активов Итоговый Выгодоприобретатель Поэтому Не важно Кто Там Будет У нас Хоть Кот Так Называем Президентом Хотя Хотелось Бы Что Был Кот Президентом Потому Что Я Полагаю Меньше Вреда Будет Для России Для Русских Но Кота В списке Нет Все Только Свои Так Называем Люди Таня Кул Спрашивает Когда-то Это СВО Закончится Что Будет С Территориями Что Дальше Некто Путин Кого Мы знаем Под Фамилией Путин Сказал Что Россия Нигде Не Заканчивается Видимо Как СВО Предлагаю Минобороны Новый Тактический Знак Использовать Знак Бесконечности Как Наиболее Адекватный Тому Что Сейчас Происходит Соответствующий Поэтому Ты о чем Что Дальше Когда СВО Закончится Если Она Закончится Вопрос СВО Я Полагаю Тебя Будет Интересовать В последнюю Участь Практически Потому Что Вопрос Выживания Будет Стоять В полный Рост Сергей Да Все Будет Жестко И в разы Сильнее Все К тому Идет И Никаких Мер К тому Чтоб Этого Не Было Например Сделать Как В Тоталитарном Иране Бензин По 5 Рублей Или Это Сколько Там Стоит Неважно Никто Не Хочет Есть Платные Дороги В Иране Тиранические Тоталитарные КНДР Ужасные Смешно Да Но Тем не менее Идут Поставки Непроверенная Информация Но Это Реальность Проверяй Хоть Не Проверяй Они Запустили Они Сделали С ядерным Реактором Подлодку Недавно Они Делают Беспилотники Электронные Причем Часть из Южной Кореи Электроники Часть Своя У них Есть Электронная Промышленность В России Нет Гордятся Атомной Промышленность А Российская Ли Она Россиянская Ли Ну Не важно Есть Единственное Достижение Которое Пока Вроде Вроде бы Есть Это Атом Пром Но Если Там Свои Турбины А если Есть Почему Они Газ Не Качают Почему Сименс Это Обеспечивает И так Далее У меня Много Вопросов Почему КНДР Смогла Мы Не Можем Почему Реальное Судя По Некоторым Вещам Например Потребление Электричества Уровень Жизни У нас Такой Почему В Бангладеш 170 Миллионов Почему В Иране Сколько Там Под 100 Уже Миллионов Почему В Польше 80 Миллионов Причем Подозреваю Что Практически Реальных А в Россияне 140 Взяли Территорию Взяли Бывший Потенциал Было Почти 150 Миллионов С учетом Выдавленных Из Национальных Так Называемых Республик В 93 Году Сейчас Вот Именно Русских И причем Почти Все 90% Были Русских Сейчас По моим Данным Намного Меньше Берем Простую Статистику Которая Может Это Все Немножко Объяснить Производство Электроэнергии По странам Китай Ну понятно Их Больше США В 20 Году Было 4 Округлим 300 В 21 Году 4 400 22 4 500 Ну 4 500 Ну На 300 Миллионов Грубо Говорю Полтора Чего Там Гигаватта И Россия Где тут Россия О 1 И 1 Условно Ну Округлим Разделить На 150 Сколько Это Будет Где У нас Калькулятор Чтобы Поточнее Потому Что Это Будет Ну Около 7 Наверное Да Ну Да 7 Где-то Ну Я Думаю Статистика Говорит Сама За Себя А Полтора 4 500 На Где Калькулятор Для Особо Тупых Юристов На 315 Сбрасываем И Сколько Тут В России 1100 Разделить На 157 157 Вот Ну 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 да 7 Так вот В два раза Потребление Электричества То есть Уровень Жизни Возь Ну Возь 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 А Калькулятор Возьм 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 то же самое можно посчитать по другим населениям. Например, в Канаде посмотрите, сколько мы должны реально потреблять с нашим климатом и не только этих ресурсов, но и всего остального. Да, Ельцин выполнил городский проект, Татьяна. Все верно. У кого еще вопросы? Потому что уже больше часа нужно заканчивать, да. В целом все хреново. По самолету тему немножко рассказал. Незаинтересованы некоторые стороны в утихомиривании конфликта. Нет подтвержденных, что это были эти люди, но скорее всего да, там были какое-то количество, но еще есть много чего, чего мы не знаем на самом деле. Про этот самолет. Уже один тот факт, что могут сбить самолет над территорией Белгорода уже о чем-то говорит, об эффективности этого так называемого СВО. И о нашей ПВО. Валеный, замечательный. Которая по непроверенным данным сбивает собственный самолет дальней разведки А-50 и Су-22. Есть даже фотки. Якобы там система опознавания свой-чужой. Ну, как-то же сбили. Если сбивают даже защищаемые и охраняемые самолеты, которых всего считанные единицы, если мы потеряли практически всю стратегическую стратегическую триаду, ну, как всю, две части. У нас уже нет бомбардировщиков, поскольку предположительно 20 в той атаке дронами потеряно, и никто не проверк лебеди. 195 сейчас используют для запусков массово. Мы практически потеряли Черноморский флот. Своё отношение к очень шумным подлодкам нашим я уже высказывал. Яковлев Андрей, правящего класса, ограниченное сознание, не позволяющий вид последствия своих действий. Психи рулит. Если бы это было так, если бы просто был вопрос дураков, то они бы быстро потеряли деньги, и разумные люди бы уже захватили всё. Нет, они очень умные. Всё ещё в десятки раз, уже не в тысячи, как раньше, но в десятки раз умнее среднестатистического человека, которого они всячески отупляют. Изучай канал цельнозор и включай мозг. Да, Максим Пилюев здравого смысла получено, но лучше позже, чем никогда. 86-й год, да, бензин 70 копеек, 10 копеек. Есть такое. Что такое 10 копеек? Это 2 киловатта по тем ценам советским, когда 4 копейки стоил киловатт. Сейчас население меньше, промышленности почти нет, потребление электричества по сути уменьшилось, всякие энергосберегающие лампы, энергосберегающие двигатели и т.д. и т.п. То есть, по законам рынка, так называемым, мифическим, должно быть ещё дешевле, даже пропорционально к паритету покупательной способности. Соответственно, умножить на 2 киловатта стоимость бензина, ну хорошо на 2,5, ну 2 киловатт, сколько сейчас киловатт стоит? Ну, примерно 6 рублей, умножить на 2. Послание для мурашеков, буквально получилось, ну это реально. То есть, бензин должен стоить 12 рублей сейчас, максимум. Вот это, а это примерно его себестоимость, примерно там 5-6 рублей, ну плюс немножко там расходы на транспортировку, доставку, ну, должны быть стоить до 10 рублей. Это реальная цена бензина. Всё остальное, это налоги, которые забираются, по сути, из кармана наиболее, ну, неимущих. И так уже нищего населения. Зачем забирать деньги, чтобы потом раздавать? Для чего бюджет нужен? Чтобы перераспределять какие-то сверхдоходы в пользу бедных. Вот так в пользу бедных сейчас забирается больше. Детей жалко, дети из детских домов неуколоты. Ну, во-первых, кто сказал, что неуколоты. Забота о государстве, о здоровье детей может простираться сколь угодно, глубоко и далеко. Такое ощущение у Натальи Ивановны мудрыцко. Такое ощущение, что кто-то сливает страну. Как я тебя понимаю? Женская интуиция буквально. Да! С 1953 года сливают нашу большую великую страну. Уничтоживая. Как ее сделать с новой великой? Это вот интересная задача. Полный демонтаж всех систем. Совершенно верно. Итак. Многие перешли на светодиодное освещение и оплатиться ей больше. Да, потому что в светодиодном освещении на самом деле не такое уж оно и экономное. Во-вторых, оно стоит в разы больше лампочка и выходит из строя чаще, чем обычная лампа накаливания. Плюс электроника очень часто горит и плюс электроника сама потребляет электричество. То есть там говорят, что 20 киловатт светится как 100 киловатт. Ну, ватт. Не важно. Мощность. Да, потребление возможно 20 ватт, хотя оно завышено, ну, реально 30 этого самого светящегося элемента. Во-вторых, он по спектру хуже для глаз. В-третьих, электроника, она очень экологически вредная. Ее производство, протравливание этих схем и прочее, как бы они... Во-вторых, оно само греется и само потребляет электричество. То есть реально это, ну, не в 5 раз, а в 2 раза экономнее. Но по цене она стоит как 10 лампочек обычных накаливаний. Именно для этого вели. И плюс это все не производится в России. То есть ущерб экономике, ущерб экологии, ущерб здоровью людей от этих вот светодиодных лампах охрененный. Но все лишь исключительно с заботой о человеке. Зачем это делается? Ну, вопрос. Подумайте. Окей, светодиод 7 лет работает. Ну, может, тогда-то тебе повезло. Вон у меня сколько сломалось. Закупить старую лампу накаливания. Да, да, вот запас того, что не ломается, что долго. Одна лампа больше 100 лет уже светится. зафиксированы реально случаи, когда еще не заботились об обмене. Ценно-настрой материала за 3 лет подняли на 300%. Ну, это было еще в 21 году. Да, Артем Громик, ты прав. и будет больше поэтому новое строительство при отсутствии спроса при запретительной ипотеке сейчас остановится. Это вызовет коллапс всей экономики, потому что это сейчас единственный драйвер был экономики, который давал какую-то занятость в реальном секторе. ВПК, который сейчас раздувает в рублях экономику по официальной статистике, что тоже мягко говоря смешно доверять официальной статистике, но тем не менее какое-то движение есть, но только не в реальном секторе, то есть на жизни людей это не скажется скорее, ну, если скажется, то отрицательно. Да, барыги правят, ну, там это не просто барыги, это хуже, Белар какой-то говорит. Профи инженеров ученых, зачем профи инженеров ученых, это все от лукавого, это все соблазн, это все блажь, и наше правительство заботится, чтобы люди жили без лишнего соблазна, потому что все соблазны от ума, горе от ума, вот этого горе у нас лишают, специально обученные люди забирают все, все денежки, чтобы не тревожились о том, как сберечь и приумножить, чтобы не думали, для этого есть водочка и сигареты, для этого есть вот специально обученные люди, для помолиться, не думай, всякая власть от бога, вперед, смотрим Петрова, генерала, он хорошо, он очень многие вещи рассказал, показал, по крайней мере, дал направление, то, что я рассказываю, это лишь малая часть, но тоже, наверное, можно послушать, старые лампочки через диоды, да, практически вечные, ну да, но они будут чуть тусклее светить, да, но не важно, через диодный мост можно делать постоянный ток, но тоже не совсем хорошо, да, есть способы сделать лампы практически вечными, меньше включать, выключать, их проще оставлять включенными, сделать, чтобы был плавный пуск, то есть медленно нагревалось, а не резкий вот этот всплеск, удар, плавное регулирование, есть такое, включать на маленькую, потом раз, на максимум, либо автоматически это сделать, то есть есть способы сделать, если сделать более толстую вот эту вот стеклянную часть, то меньше температурного будет расширение, и лампа реально будет вечной, там лампы сжигаются, почему, температурный перепад, плюс энергия при включении массового, большинство ламп, 90% сгорают только именно в момент включения, в Израиле Чубайс прекрасно живет, да, и не только он, и дети учатся найти специалистов, да, на электриков нужно учиться, на сантехников то, что реально поможет в том, что грядет, когда будет коллапс, много чего, и естественно учитесь выращивать, и делайте запас семян, то, что понадобится, пока этот сценарий еще не отменен, выборы невозможные откладываются во время военного положения, лилия, да, да, и во времена непонятный дизиз икс, который никуда не делся, по факту, будет новая болезнь, будет новая вакцина, потому что пилантроп и просто хороший человек, милый иудейский юноша с фамилией Гейтс, он никуда не делся, он все еще хочет облагодетельствовать человечество, илон маск хочет облагодетельствовать человечество подключением к краевому сознанию, который будет думать за человека вместо человека, а вот Билл Гейтс хочет осчастливить вакцинами, он не хочет избавить там человечество от рака, от инфарктов, инсультов и много чего, он хочет от гриппа избавить, какой хороший человек, и сейчас скупает землю массу, видимо хочет накормить, почему-то цены растут и реально количество производимого продовольствия падает, как только вот чем больше Билл Гейтс скупает земель по всему миру, тем больше голода почему-то, удивительно, и так да, Евгений или нет, вроде электрик это тот, кто знает, что такое электричество, а не те, кто ездит или не управляет монтер, но сейчас есть такая профессия электрик, я из этого исхожу, тот, кто знает электричество, это скорее ученый, как разница между слесарем, автослесарем, который меняет детали, и тем, кто это все проектирует, это инженер, электрика это такая профессия, которая едет и проводочки соединяет условно, да, стрим мешают проведению стрима, команды какие-то работают, энергетические нападают, чтобы мысли терялись, чтобы люди было неинтересно отворачивались, ну, делать им нихера, вместо того, чтобы они помогать России, они работают против им, вместо того, чтобы одеть короля, они прессуют тех, кто все, правда, говорит, что король голый и так далее, реальность мира скорее бы свернуть этот капитализм и их деятелей, но он коллапсится сам, ну, какой смысл сейчас свергать чего-то, бороться за трон, который падает, муравьи в дом прибежали, все столбы погрызли, дом падает, какой смысл бороться за какие-то права в этом доме, этот дом уже горит, пусть догорит спокойненько и как есть, он конструктивно предназначен не для комфортного проживания людей, этот социум, я имею ввиду, сейчас идет демонтаж кроликовой фермы, вот 200 лет назад из нас, из земли сделали кроликовую ферму, преимущественно было били белые кролики, хозяев очень много сделали, чтобы поголовье белых кроликов свелось к нулю, практически, сейчас идет добивание, вот и все, что кролики могут сделать, как минимум осознаться для начала, что это был их дом, и что не было фермы 200 лет назад, что все ложь, именно об этом канал, ну а тролли меня обвиняют в том, что я ничего не сделал до того, чтобы, ну есть такие, тролли много, активничают, на самом деле все это делается лишь на пользу, во-первых, мы с Моной учимся, становимся сильнее, сейчас через сны пытаются работать, одинаковые сны на рассорку, на рассорку, очень интересно, посмотрим, сны можно закладывать информацию, оказывается, притащили, видимо, техническое устройство сюда, в Черногорию, ради нас, ой, спасибо, ну, сейчас что-нибудь сделаем, поработаем, да, от светодиодных ламп связятся глаза, плюс светодиодные лампы, они сейчас встраиваются с 5G, интернет вещей, который будет связан с интернетом тел, по их задумке, то есть такой глобальный 5G муравейник, о котором я рассказал еще в 18-м году, где ты хочешь жить в 5G муравейнике, либо в доме, который был до потопа, примерно, с усадьбой, и соответственно они регулируют, то есть уже не ты будешь решать умный дом, не ты будешь решать сколько потреблять, сейчас вот новые датчики пошли во Франции и в Германии и прочее и в Англии, то есть по решению властей ограничивается подача электричества в дом, реально, то есть не ты решаешь сколько заплатить, то же самое карбоновый слой, след, то есть деньги даже у тебя есть, но ты не можешь их потратить, не ты решаешь, можешь ты потратить или нет, а если потратишь, то решат, где и на что, еще дополнительный налог, а то мало, поменяется ли сценарий по Прибалтике, да глобальный пипец, какой он глобальный, вот это не изменится, и так, и все для блага человека, не хватает электроники, не хватает дронов на СВО, но в то же время системы искусственного интеллекта внедряются по всем городам, по всей России, вот на этот день есть, надо же, и так далее, откуда здесь черные кролики о происхождении рас, да какая разница, я уже все рассказывал, смотрим канал сначала, как вы относитесь к мухомору и волшебным грибам, ну я к ним не отношусь, да, сейчас вообще никак, ибо негде достать, но грибки привезли, вот с Украины нам прислали, а завтра им придется ехать куда-то, да, придется, и за Айабаска, это все в плане, есть определенные вещества, которые демонизируются, это, во-первых, ртуть, во-вторых, то, что использовалось и успешно для лечения и успокоения, для просветления, говорят, что шаманами в Южной Америке, есть реальные вещи, которые убирают все зависимости, и богоин, корень и боги в Африке, люди отказываются от алкоголя полностью, из лечения и от некоторых, от ряда привычек нехороших, но об этом все умолчают, потому что мы же живем в глобальном обмане, задержка дыхания по Вимхо, любые дыхательные упражнения, практически, кроме этого дыхания по СВИШу, которые тупо, наполняют мозг кислородом и вводят в искусственное состояние кислородного опьянения и по сути сводят с ума при более-менее частом использовании, нечастом тоже. Ну, нам сны снятся, да, ничего не ссорит, это на расторку и магия, и это, ну, смысл. Не понимая этих людей, которые пытаются всякие заблазны выводить, ну, смысл. За тысячи воплощений, ну что, неужели не было воплощений, где мы были по раздельности и толку монои? Там много чего было. Товарищ Сталин без Кати вроде даже что-то получилось у него. На что это повлияет, даже если получится? Ну, понятно, что не получится, но ни хрена. Так, про сны не надо. Так что, все будет хорошо. Мы с Моной будем вместе, полагаю, потому что у нас что-то другое связывает, более серьезно. Как можно защищаться от снов? Ну, попробовать осознавать велика ли разница между выращенными грибами дома и природными. Ну, блин, это уже специфический вопрос, я думаю, куча есть форумов специфических, на которых на эти все вопросы ответили. Возродиться или когда-нибудь атмосферное экричество? Что значит возродиться? Целая колба валялась в гараже, играл с ней в детстве Иван Князев, да, куда-то пропало потом, печально. Да, печально. Магический, интересный металл, классный. С Петра Первого. Максим Падапригоров, Инк Крипто. Не было Петра Первого. Смотри канал, Ценозор сначала. Когда новые воспоминания? Ну, если надо, то попробуем записаться. Но не сегодня, но одна дня. Хорошо? Пока около 200 воспоминаний было разных жизней. Что-то даже записал. В смысле, ручкой. Если нужно на рассказ на публику, ну, хорошо. Моночке, привет. Передам. Мона, тебе привет! Так что, тебе привет, говорят. Алина Федорова. Федоровна Христакова. Итак, надо, надо воспоминания. Хорошо. Сталкивающий сон через определенное время сбывается. Да, есть сны определенные пророческие. Да, есть такое. Так что, какие еще вопросы? Вроде все рассказал, описал. Да, будет полный коллапс экономики. Он как бы медленно, лягушку варит медленно. Какие-то облигационные облигации и займы будут вводить, пытаться конфисковывать сбережения. Они и так работают в банке, потому что эти деньги не просто лежат. Банк, получив их, инвестирует куда-то в свои проекты, депозиты. Но people схавают. И для лохов такая теория, что эти деньги как бы не работают, они в экономике. Ну, что такое? Ну, деньги это вода. А далее, они пошли дальше, эта вода в другом месте собирается и выдается. То есть, круговорот денег всегда есть. Вот эти, твои, под твой депозит, который, по сути, является векселем, как и деньги, являются векселем нынешние. Это не какая-то мера вещей, ценность. банк выпускает свои облигации, обязательства, берет, берет другие займы под эти, под твои, он берет от Центробанка и так далее. То есть, деньги крутятся в экономике. Но эти деньги людям принадлежат, как бы формально. Вот этого и хотят лишать людей. Уже лишают подушки безопасности через инфляцию. примерно 500% она за последние несколько лет. В результате, по крайней мере, то, что я вижу, когда-то что-то стоило 50 рублей, условно. Сейчас стоит 150 и 200, даже произведенное в России. Цены на хлеб выросли. Хотя, казалось бы, предпосылок к этому нет. И будет еще хуже. Так что, готовимся. Итак, когда ракомные, что будет с троллями? До... Пока живут и процветают. По ритуалам 19-го числа скажите, что сказать? Какого 19-го числа? Певраля, января. Заявили обратно приезжать квартиру у малоимущих собственников. Да, сначала дали людям квартиры в 90-х. исключительно и с заботой о благополучии людей на самом деле нет, как всегда. Это чтобы не заботиться об федеральном муниципальном фонде, чтобы люди сами заботились и платили, потому что за собственность платится налог, во-первых, во-вторых, за собственность люди сами должны платить за ремонт, капремонт и так далее. На самом деле это способ... Стрижка баранов это такая вот морковка, которую осликам дали, на которой все повелись. Люди как жили в не самом лучшем жилом фонде, так и во многом сейчас живут. Но теперь это формально считается их, но на самом деле если есть налог, это по сути та же аренда. Было бесплатно, а получили в аренду. Плюс еще люди стали покупать ипотеку и так далее. Это вот издержки капитализма. Сейчас хотят забрать как можно забрать собственность, но у нас на Конституцию все положили. У меня есть тому много доказательств. Это кажется, что Гурулев альтернативно одаренный депутат. Потому что он в чем-то же одаренный, безусловно, но вот какой-то альтернативной реальность. Потому что толку от него какая-то Терешкова я почему-то не вижу. Я много от чего не вижу толку. Или другой там какой-то Картополов условный, или еще кто-то. Там их много. Которые я, например, не понимаю, чем они сейчас занимаются. И они сейчас хотят... Почему-то никто не пересматривает результаты приватизации принадлежащей народу, промышленности советской, советской предприятии, но хотят пересмотреть результаты приватизации жилья. не умеют они люди платить в той системе, которую... в той нищете, в которую их сознательно загнали. Нужно забрать у них. Олигархи не умеют платить деньги в бюджет и заботиться о народе. Давайте заберем у олигархов по тому же принципу. Это ящик Пандоры. Нож, любой кинжал, он обоюдо острый, как правило. Дорога любая, она двусторонняя, можно в ту сторону в другую. Давайте пересмотрим все результаты приватизации, я только за. Пожалуйста, почему бы нет. И вернем бесплатную раздачу жилья, выдачу. Люди жили кому нужно, давали жилье. Да, естественно, были еще нуждающие, но в основном огромное количество людей получили жилье. и молодые специалисты, и матери одиночки, и при переезде, и так далее. Бездомных не было, голодных не было в СССР. Но это неэффективная советская экономика, которая посылала в космос спутники и бураны, которые возвращались автоматически сами с погрешностью в метр. это нужно на несколько витков сделать. Вот там был искусственный интеллект уже в 86-м году. Полностью советское производство. Куда все делось? Почему сейчас мы полностью зависим от чужой электроники? Почему? Где наше производство? А даже копеечные небольшие производства сейчас уничтожаются. Даже без войны. Склад вайбере сколько мемов было про пенисы какие-то. Не только пенисы которые после пожара их показывали. Это огромная масса. До этого очень много чего сгорело по всей России строительного. Склады инфраструктуры уничтожают без войны. Враг и этот враг внутри России. Идет полностью слив России. Либо дронами Украины либо как усталость инфраструктуры либо объективными в кавычках объективными экономическими трудностями. Но яиц нет. уничтожение поголовья под видом борьбы с гриппом свиным что птичьим то человеческим. Запретить всяким платонами и платными дорогами логистику уничтожают. Запретительными банковскими ставками промышленность уничтожают. Это все части одного плана. Нужно просто сложить весь пазл всю картинку. Будут гореть по-прежнему склады будут сгореть нефтебазы и реальные из-за атак дронов из-за человеческого фактора на который будут все списывать будет вырезание усиление вырезания. Сейчас хотели забрать оружие у тех кто еще может сопротивляться даже охотничьи пытались всякими стрелками пермскими татарскими этот Ильяс Галяз или как там его который которым приписывают десятки там 50 сколько там человек убил с дробовика хотя первого человека он пытался убить с 3 метров 5 по-моему выстрелами и то девочка выжила по которой он стрелял как он мог с такой точностью поражения ну я делал уже разбор такое количество людей завалить ну я уже делал то же самое керченский стрелок и так далее вот все это списывают на психов одиночков которые из-за оружия а то что там человек нож пронес и тоже несколько человек перерезал и это массово происходит ну что ножи у всех забирать что ли но всех пугают страшной ртутью страшным охотничьим оружием дома страшным русским национализмом выкопали где-то 15-17 летних придурков алдайске с кемфюб во ведь национализм он только русский нацизм да 5 лет колонии строгого режима получили 2 русских националиста за нападение на узбекцев гражданина то есть когда обратная ситуация чаще всего такая статистика вот по той информации что я вижу это ни разу не междунациональная не 282 а это просто хулиганство мелкое хулиганство и чаще всего выпускают за нападение на русских русские причем 18-летний какой-то смоликов там еще и 15-летний ходит без причины поздно ночью напали с аэрозонным баллончиком и туристическим ножом на незнакомого им приведжа да с сильными травмами с туристическим ножом сильные травмы с кинжалами ходят нормально а в квартире уже потом нашли пистолет но если бы они хотели грохотно этим пистолетом воспользовались но тем не менее такая цифра послания 18 9 и 6 распиарили да когда-то вот антимасочников демонизировали сейчас по-прежнему русских националистов мифических русские уже забиты по самой неболосе ну вот 5 лет за мысли преступления у нас 7-9 лет за убийство меньше дают но если ты критикуешь и своего или что там еще что-то критиковать то что такое свой я не знаю что к своей не знаю что критиковать у нас войны нету я хотел бы чтобы объявили войну и закончили все это нет я не знаю что это такое расскажите мне что критиковать за что людей сажают я же не за не против я хочу понять что происходит у вас там в Черногории все оптимистично ну как она пестимистично оптимистично хотелось бы чтобы это было у нас в России но мы с удовольствием в Россию приехали сейчас 12 градусов тепла да тут тепло ну в гости да хорошая страна Черногория тут тепло сейчас самый холодный месяц ну 12 градусов тепла круто что делать чтобы эту политическую систему ликвидировать вопрос что делать имеет некую предысторию любой вопрос чтобы ответить на вопрос что делать нужно ответить на вопросы кому делать и для чего делать с какой целью вот сначала нужно понять кому а потом что а для этого нужно осознать кто ты что ты куда ты идешь какие твои цели кто твой враг для этого я и сделал канал поэтому чтобы ответить на вопрос что делать чтобы эту систему ликвидировать смотрим канал цельнозор сначала и вот пожалуй на этой оптимистической и моралистической и моралистической философской нотке мы наверное и завершим сегодняшний стрим потому что уже основные вопросы отвечены и в общем-то достаточно на сегодня краткий обзор хроник безумия закончен всем добра думаем потому что без осознания выжить не получится ибо все только начинается готовимся лучшее впереди спасибо спасибо